Ну что ж, опять интересный автор Амина Акуева. После моего ролика было очень много споров, является ли она чеченкой или украинкой на самом деле. Я не могу это точно сказать, потому что, еще раз повторяю, этот автор новый для меня. Но она интересно пишет, хотя и, честно сказать, очень жестко пишет. На этот раз она пишет о 23 февраля, который для многих в России является так называемым праздником защитника Отечества. А, например, для некоторых народов это очень печальная дата. Вот об этих народах России как раз и пишет Амина Акуева. Геноцид в СССР. О депортации чеченского и ингушских народов. Тюрьма народов под названием Россия погубила очень много жизней и судеб. В разные времена она называлась по-разному. Российская империя, СССР, Российская федерация. Но от названия и даже от смены конституционного строя в ее сущности практически ничего не менялось. Народы, которые были захвачены в кровопролитных войнах, всегда будут помнить это и ненавидеть своих палачей на генетическом уровне. Удержать завоеванные народы можно только лишь продолжением перманентного террора в отношении них. Как только диктатура ослабевает, эти народы пытаются вырваться из-под гнета империи. Так было, так есть и так будет всегда, пока существует империя. Нынешняя Российская федерация – жалкое подобие Советского Союза. Амбиции те же, но силы и возможности уже не те. И для любого нормального человека это хорошая весть. Тоталитарный строй советского режима был одним из самых лживых, кровавых и беспринципных режимов в новой истории человечества. Сегодня, в годовщину тотальной депортации чеченского и ингушских народов, хотелось бы вспомнить об этих и других репрессированных в СССР народов. Небольшая, объективная и сухая историческая сводка говорит нам о том, какие народы, как и куда были высланы. Немцы по Волжье Первыми пострадали советские немцы. Они в полном составе были отнесены к потенциальным коллаборантам. Всего в СССР насчитывалось 1 млн 427 222 человека немецкой национальности. В течение 1941 года подавляющее большинство их было переселено в Казахстан. Далее греки, румыны, болгары и финны. Кроме немцев, другими превентивными переселенными народами стали греки, румыны, болгары и финны. Причины союзниками гитлеровской Германии, напавшими на СССР в 1941 году, были Венгрия, Румыния, Италия, Финляндия и Болгария. Последнее не посылало войска на территорию СССР. Калмыкии и Карачаевцы. В конце 1943 года, в начале 1944 года, были подвержены наказанию и калмыкии, и карачаевцы. Причина непонятна. Чеченцы и ингуши. 21 февраля 1944 года был издан указ Берии о депортации чеченцев и ингушей. Тогда же произошло принудительное выселение балкарцев, и через месяц за ними последовали кабардинцы. Далее крымские татары. В мае-июне 1944 года, преимущественно в Узбекистан, были переселены крымские татары. Турки, курды, химшили. Осенью 1944 года с территории Закавказских республик Среднюю Азию были переселены семьи этих народностей. Далее украинцы. После окончания боевых действий на территории СССР, частично депортации подверглись сотни тысяч украинцев из западной части республики, а также литовцев, латышей и эстонцев, как считалось, потенциально опасных для советского строя. Что было характерным для второй волны депортации? Внезапность. Люди не могли даже догадаться, что завтра из всех выселят. Молниеносность. Депортация целого народа происходила в предельно короткие сроки. Люди просто не успевали организоваться для какого-то либо сопротивления. Всеобщность. Представители определенной национальности выискивались и подпадали под наказание. Людей отзывали даже с фронта. Именно тогда граждане стали скрывать свою национальность. Жестокость. Против тех, кто пытался бежать, применялось оружие. Условия транспортировки были ужасными. Людей везли в товарных вагонах, не кормили, не лечили, не обеспечивали самым необходимым. А в новых местах ничего не было готово для жизни. Депортированных часто высаживали просто в голой степи. Высокая смертность. По некоторым данным, потери в пути составляли до 30-40% от числа вынужденных переселенцев. Еще 10-20% не удавалось пережить первую зиму на новом месте. А многочисленные сохранившиеся свидетельства, выживших в атаках геноцида очевидцев, рассказывают вещи, которые даже страшно представить. Вот некоторые из таких документально подтвержденных свидетельств Саид Бицоева, хайба-хаул которого нет. В феврале 1944 года в горах Чечни было заживо сожжено несколько сот мирных жителей. Самому старшему исполнилось 110 лет. Самые младшие родились в день трагедии. В ночь на 27 февраля 1944 года в горах выпал крупный снег, осложнив движение в высокогорных селениях для войск НКВД, выполняющих специальное задание правительства. Несколько дней назад приведен в исполнение приказ о депортации чеченско-ингушского народа. Сложнейшая операция проведена блестяще. Почти полумиллионное население равнинной части согнали на железнодорожные станции и, погрузив вагоны, отправили в Среднюю Азию. В горах, куда не могли добраться студы-бекеры, еще оставались люди в древних каменных саклях, которые, ничего не зная о событиях, на равнине и знать не могли. Как быть с ними? Отправлять с новыми эшелонами? Это сопряжено с огромными трудностями. Кроме того, НКВД уже отчитались об успешном выполнении задания. В результате пришли к решению часть населения согнать вниз и отправить вслед за другими. Оставшихся, кто не сможет спуститься самостоятельно, больных, детей и престарелых, сжечь. Кто подал эту бесчеловечную преступную идею, кто ее поддержал, одобрил, мы сегодня и не узнаем. Расскажем о событиях лишь то, что донесли до нас свидетельства чудом уцелевших очевидцев. Существует много версиях о причинах высылки чеченцев и ингушей, начиная с белого скакуна, якобы предназначенного в подарок фюреру, вплоть до прямого пособничества гитлеровцам. Хотя, как известно, гитлеровские войска ни дня не были на территории Чеченской АССР. В горах действительно скрывались бандиты, которым часть населения сочувствовала. Многие из них вступили в конфликт с властями по поводу чрезмерно жестоких методов коллективизации. Но даже их численность, по информации НКВД, не превышала 300-400 человек. Не так много на целую республику, не правда ли? Однако в Москву шли ложные донесения о героической борьбе чекистов с местными бандформированиями, насчитывающими чуть ли не десятки тысяч человек. И все чеченцы и ингуши поголовно поддерживали якобы их. Вот такая пропаганда, скорее всего, и стала основанием для депортации целого народа. 23 февраля 1944 года Берия любил подгонять мероприятия к какой-то либо торжественной дате. Сотни составов двинулись в холодный неведомый край, унося в мерзлых вагонах обреченных жителей вековых башен. А через несколько дней колонны войск НКВД вернулись в горы. Оставшихся жителей со всех хуторов Нашхоевского округа собрали в селении Хайбах под предлогом формирования колонны для дальнейшей отправки на равнину. Утопая по колено в снегу, медленно двигаются вереницы людей в сопровождении военных. Жителей собрали в конюшне колхоза имени Лаврентия Берия, которую предварительно подготовили, опложив сеной, соломом, чтобы до подхода повозок с лошадьми люди не мерзли якобы. Вместе с больными детьми и стариками остались молодые люди, не пожелавшие бросать своих близких. Когда все собрались, горцев оказалось более 700 человек. Ворота конюшни накрепко закрыли. Возглавляющий операцию начальник дальневосточного краевого управления НКВД Гвишиани отдал приказ поджигать. Капитана Громова и молодого бойца истребительского батальона Дзияудина Мальсагова присутствие чеченца в этот момент оказалось для всех неожиданностью, пытавшихся остановить массовое зверство, быстро нейтрализовали. Обложенная со всех сторон колхозная конюшня мгновенно вспыхнула. Внутри здания раздались крики, стоны людей, женский плач. Когда стены и крыша оказались в огне, деревянные ворота под Натинском людей рухнули. Обезумевшая толпа вырвалась из адского пламени. Горящие живые факелы, на лицах которых застыл ужас. Гвишиани невозмутимо скомандовал огонь. Из десятков стволов раздалась автоматная очередь. Бегущие первыми падают под градом свинца, заслоняя с собой выход. Никому не удалось выйти, ни один не спасся. Через несколько дней Громов и Мальсагов сумели вернуться в Хайбах. Солдат уже не было. Возле конюшни, от которой остались лишь кровавые пепел, возилось несколько местных жителей. Как выяснилось в тот трагический день, они на рассвете ушли в горы за дровами и только по случайности остались живы. Они видели казнь своих земляков. А когда войска покинули горы, вернулись, чтобы по мусульманскому обычаю придать их останки земле. Жандар Иясу, Гаивы, Эльберт Хамзатов, Ахмат Гамаргиев и другие проделали нечеловеческую работу. Несколько человек должны были похоронить всех остальных. Рискуя ежеминутно попасть под автоматный огонь, оставшиеся в горах де-факто считались бандитами, без сна и отдыха трое суток долбили они мерзлую землю и хоронили сожженных людей. Жандар Гаев читал над каждым Ясин. В 1945 году отправившихся от потрясения Дзияюдин Мальсагов написал из Казахстана письмо отцу всех народов, рассказав о массовом сожжении людей в Хайбахе и об ужасах чекистских палачей. Через месяц его вызвал начальник Талды Курганского областного управления НКВД Юдин. «Еще раз напишешь – голову сниму», – пригрозил он. Из-за письма Мальсагова сняли с работы. Но Дзияюдин не оставил надежду предать гласности варварства, очевидцем которого он стал. Капитан Громов часто пишет ему, что не может тоже забыть этот кошмар. В 1956 году в Алма-Ату приехал Хрущев. Во время совещания в оперном театре Мальсагову удалось передать Никите Сергеевичу письмо, а позже и поговорить с ним. Через некоторое время комиссия ЦК КПСС, которую возглавлял заместитель заведующего отделом ЦК КПСС, начала расследование. В течение нескольких месяцев скрупулезно изучалась обстановка останки кровавого пепелища, которое и через 12 лет хранило следы массового зверства. Все подтвердилось. Хатынь, Ледиция, Саласпилс. К этому скорбному списку добавилось имя чеченского аула Хайбах, которого уже нет ни на одной карте мира. Помимо этого акта геноцида, запланированного и поражающего своей жестокостью, во всех уголках Чечни и Ингушетии, особенно высокогорных, происходило подобное. Это из 72 пациента УРУС Мартановской районной больницы, признанные нетранспортабельными и по этой причине утопленные в реке. И массовые расстрелы в Итун-Калинском, Чеберлоевском и других высокогорных районах в селах Мялхесты, Ялхарой, Нашха и многих других, только лишь по причине снежных заносов, не позволивших в срок вывести людей на равнину. Я могу добавить только одно о павловских немцах. Вот то, что написала Амина, что якобы людей просто высаживали в степи, это абсолютная правда. На самом деле, вот уже в Германии, здесь выходит газета «Земляки», и там каждый раз, каждый номер уже очень-очень много лет кто-то из очевидцев выставляет статью и описывает свои события, связанные с детством и с фотографиями, естественно, с доказательствами, с кучей подписей и так далее. И люди на самом деле рассказывают ужасающие вещи, как они были в одну ночь, в две ночи просто переплавлены, как скот, в вагонах. И действительно, их просто куда-то привозили, останавливали без станции, без ничего, на каком-то полустанке, открывали двери вагонов, выгоняли их на улицу, и затем, на улицу, значит, в степь фактически, и затем этот поезд спокойно уезжал. И люди просто оставались. Там, конечно, огромное количество людей, детей, больных умирало еще в пути. Те, кто оставшиеся, им помогали казахи, кочевники, которые там находились, которые потом люди двигались куда-то в направлении горы или еще куда-то. Кто мог спастись, тот спасался. И затем те, кому удалось как-то остаться, они оставались и обустраивались. Лично я бывал в Казахстане в далеких, так называемых, казахских аулах, где проживало большое количество немцев. И там старики рассказывали, как они рыли землянки и просто пытались как-то выжить. Тем более, что многие вот просто в зиму были транспортированы в Казахстан. А кто бывал в Казахстане, те знают, что там была температура и минусовая и так далее. О чем думали эти люди, которые так обращались с людьми, непонятно. Тем более, что немцы, рожденные в Советском Союзе, они ведь были такие же, как и все советские люди. Они точно так же воспитывались в любви к родине, к Сталину и прочее всякое. Абсолютно точно так же ненавидели фашизм, нацизм на самом деле, Гитлера и прочее. И почему они были подвергнуты такой страшной экзекуции, в общем-то, трудно представить. Нужно только сказать, что прошло много лет. И те, кто бывали в 70-х, 80-х годах в Казахстане, те подтвердят мои слова, что немецкие поселки, организовавшиеся после там же, в этих степях, очень редко они были помешаны с казахами. И еще меньше они были помешаны с русскими. Это были удивительные поселки, такие образцово-показательные. Когда ты заезжал в этот поселок, ты просто понимал, что это немецкий поселок. Там стояли добротные, белые, красивые дома, утопающие в цветах, очень хорошие дороги, каждый уголочек был убран, хорошо организован и так далее. Уезжая, немцы оставили за собой в идеальном состоянии села. Многие просто закрывали свои дома и уезжали. Так вот, здесь уже в Германии все эти люди получили контрибуцию. То есть эксперты, немецкие эксперты, собрав огромное количество доказательств и свидетелей, они посчитали это актом геноцида. И все люди, рожденные до 1953 года, получили здесь деньги за те, так сказать, мучения, которые им пришлось пережить. При этом родное государство, где эти люди родились и жили, даже не удосужились признать этот факт, что против этих народов происходили вот такие ужасные вещи. И скорее всего, никогда Россия не признается об этом. И конечно, никогда ничего, я думаю, этим народам не будет возмещено. И всеми с возможными средствами Россия будет всячески доказывать, что никто ни при чем, якобы времена были такие, якобы нужно было так сделать и так далее. Поэтому, когда кто-то пытается говорить, вы предатели, вы уехали, вы бросили родину, вопрос возникает такой. А какую родину, собственно говоря, оставили российские немцы?